Это модель коллекторного двигателя постоянного тока. Неподвижная часть двигателя называется статором, подвижная – ротором. Важной деталью статора является постоянный магнит, к которому присоединены две железные пластины – полюса статора. Между полюсами вращается ротор. Это металлический якорь, вокруг которого намотана катушка из медного провода. Выводы катушки подсоединены к двум полукруглым пластинкам – коллектору двигателя. Эти пластинки соприкасаются с пружинными щетками. Подадим на щетки постоянное напряжение, и двигатель пришел в движение. Когда щетки подключены к двум выводам источника питания, по катушке ротора течет электрический ток. Якорь намагничивается так, что его южный полюс находится наверху, а северный – внизу. Магнитные полюса ротора притягиваются к противоположным полюсам статора, и ротор разворачивается горизонтально. Сейчас щетки не касаются коллекторов, и ток по катушке не течет. Однако ротор продолжает вращаться по инерции. Коллектор переключается, ток в катушке меняет направление, магнитные полюса ротора меняются местами, и весь цикл повторяется снова. Двигатель, который мы будем пользоваться в дальнейших испытаниях, имеет графитовые щетки и поэтому вращается очень плавно. Частоту вращения мы будем измерять с помощью фотоворот. Посмотрим, как меняется электрический ток в цепи при запуске двигателя. Мы видим, что на старте ток был большим, а потом он сильно уменьшился, хотя мотор вращался все быстрее и быстрее. А на этом графике мы видим, что ток уменьшается линейно с увеличением частоты вращения. Почему же это происходит? Когда на двигатель подали напряжение, и он еще не начал вращаться, ток в обмотке якоря очень большой, потому что ее сопротивление мало. Когда якорь вращается, в его обмотке наводится ЭДС индукции, пропорциональная частоте вращения. Поэтому ток в цепи уменьшается, что мы и наблюдаем. Если трение мало, то ЭДС индукции при увеличении оборотов почти сравнивается с напряжением, и ток падает почти до нуля. Поэтому частота вращения на холостом ходу должна быть пропорциональна напряжению. Проверим это на опыте. Мы будем постепенно повышать напряжение и смотреть, как меняется частота вращения двигателя. Посмотрите, как плавно растут его обороты. И в самом деле частота вращения электродвигателя постоянного тока прямо пропорционально поданному на него напряжению. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok